Привет всем стратегическим жевжикам! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии захетов в Old World на последнем уровне сложности. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании и в прикреплённом комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. И спешу извиниться перед спонсорами, потому что с выходом этой серии получилась задержка. Возможно, вы в прошлом слышали отставание звука. Короче, начинаются в конце партии Old World как-то так напрягает комп и, видимо, видеокарту, что запись происходит очень странно. И я вот несколько... сейчас пару дней экспериментировал с тем, чтобы нормально записывать. Ну, судя по тому, что я выкладываю это видео, видимо, более-менее нормально всё становится. Ну, ведь и произошла задержка в любом случае. Ну что ж, давайте продолжим. У нас тут в десяти очках от Победы Египет и Карфаген. Кроме того, я вот... ну, мы тут Рим захватили. И Анциум. Анци уже более-менее... Кстати, наместник... ну, по-моему, у нас нету от этой семьи, да, нормальных наместников, к сожалению. Восстановили мы стены, вроде как. Просто восстановили. Стен тут даже нету. Кстати, форум четвёртого уровня и архив третьего есть. Что неплохо. Хотя, культура сейчас считается, что тут примитивная. Но форум третьего уровня и архив второго построены. По-моему, это очень хорошо. И три гражданина. Ну, у нас еды практически нету. Блин, давайте я тут рабочий... Блин, один заходов. Чё-то долго. Ладно, давайте советы пока попроводим. Закон какой-нибудь могу принять? Не могу. Просто я хочу сюда рабочих ещё переводить. Вот у меня, собственно, и бегут рабочие, чтобы чинить там всё. Вот тут бежит. Так, а почему этот не может... Почему он красным показывает? Ну что же, походил? Я им походил, видимо. И что-то я туплю. Подождите, он... У него вон есть ходы. Почему он не может ходить, я не пойму. А, фу ты. Мне просто казалось, что он в центре города стоит. Фу, по-моему, библиотеку строит. Сорян. Этот пускай бежит. Так. Этот строит дворец, этот строит храм Соломона, да? Да, следующим ходом храм Соломона. И мы ещё можем, по идее, два чуда сделать. Она. Этого рабочего тоже перебрасываем. Вон, тут я ещё подумаю. Надо... Уровень. Гроза всадников. Ну, тут, видите, смешанная армия у Карфагена всё-таки против ближнего боя. Давайте, наверное, всё-таки против дальнего мастер-счета я возьму. Так, занимаемся... Варварами. Я на варварах в этой партии, конечно, столько на культуре набил. Пожалуй, постоим тут дальше. Ну, и этими, наверное, просто стоим здесь. Как бы... Нету, что делать. Так, тоже бежим, я думаю, рабочим туда. Так, хочу глянуть чудеса, какие остались. У нас, по-моему, два чуда должны... Одно даже. Одно легендарное чудо-пантеон. 1800 камня. Ну, короче, продолжаем тут, видимо, фигачить. Каменоломни, чтобы больше камня. 1800 камня надо. Последнее чудо, которое я могу начать строить. Пастух в холебе. Вот тут я сделал. Тут можно фермы будет вокруг. Архив и форум четвертого уровня. Я бы, наверное, построил, кстати. Я понимаю, что я там камень, но они 80 всего стоят. Каждый. Казначейство второго. Скажи, так это в холебе. А где я начал строить? Это в Хатусе я. Архив четвертого. Так, и тут два гражданина у нас есть. Этих граждан хотел бы в библиотеки, наверное, добавлять. Хотя монах-мастер тоже. Ладно, давайте монах-мастер. В капу и совет. Да, поехали дальше, совет. В Кадеше архив четвертого. Фига, мы тут, конечно, в Кадеше все забацали. Еды не хватает, кстати. Кати, впервые за прохождение Old World у меня не хватает еды везде. Во многих, ну не везде, во многих местах, скажем так. А, ну давайте булавоносцы сделаем. Тут у нас Кадеш очень круто в плане... О, тут Вавилон Эскус берет. Греции там, греки забрали Турикум. Но я думаю, что как раз Рима не будет. Эти Вавилон, Форум Ливии и Эскус забирают. Я думаю, что Рима не будет очень скоро. Напоминаю, мне еще шесть агентов контролировать. Типа задание. А у меня почему-то очень мало... О, слушайте. Хантиле-младший прикольный. Так, а тут, интересно, зависит от того, в какой ты город его отправляешь. 3, 2, 8, 1. А если сюда... Я тут не могу заменить, да? Ладно, вот в урок, например. Да, есть отличие. Смотрите, тут 8, 1, 5, 8. Интересно, от чего это зависит. Пишет. Как бы посмотреть, от чего. Ну, явно тут население больше, конечно. 4, 9, 3, 3, 44. Нет, ну тут вообще в уроке прям... Ну, конечно, в урок его отправляю. Я просто не знаю, где мне еще четырех агентов взять. Они просто... Ну, то есть они как-то должны появляться. С определенной прокачкой должны быть. Вот контролировать 100 клеток типа города я как раз сейчас выполню, просто Рим захватив. Я думаю, что тут как раз... Примерно так... Клетки ремонтировать, если у меня город еще не захвачен. Греческие крестьяне мочат варваров. Ну, а варвары мочат греческих крестьян. О, в Кадеши минус один уровень недовольства. Это за счет канцлера, между прочим. Я должен продолжать эту фигню делать. Принцесса Кали прослыва преданной. Ммм, плюс два дисциплина. Темные клубы дыма поднимаются со стороны городских складов в Кадеши. Явное предательство. На территории складов стража обнаруживает странные конструкции из металла, дерева и масла. К счастью, данные приспособления, очевидно предназначенные для поджога, вопреки ожиданиям заговорщиков, не сработали. Лишь начали испускать едкий, но безвредный дым. Стражники у ворот сообщают, что видели, как Эмилия и ее римские сообщники убегали в темноту ночи. Пусть глава ваших шпионов попытается узнать секрет этих приспособлений. Ну, пожалуй, да. 230 науки. Открываем их архитектуру. Таким образом, сможем принять... Блин, стоимость чуда дешевле. Но философия мне что-то больше нравится. Наука за форум, плюс городские специалисты быстрее. Не, философия все-таки. Так, отлично. Храм Соломона построили. Наша слава достигнет небес. А теперь с религией должно быть вообще офигительное отношение. О, библиотека есть. Ну, академию, я думаю, строим. Блин, я так не накоплю вообще-то на... Не, надо на чудо копить, я думаю. Я думаю, надо копить на чудо. Так, а с соборным что-то надо открыть. Строительство куполов. Ну, наверное, пора укрупнение земель открывать, я думаю. И тут отправляем ванцы строить монастырь и храм. А, слушайте, монастырь вот тут есть. Слушайте, а что нам Некрополь дает? Минус 2 несчастья все храмы. Слушайте, это я классно ансуэм захватил. У меня плюс идет только ванцы и вкапуи. Всех остальных уже в минус пошло. Зашибись. Так. В халебе 8 уровень. Это в халеб. Так, сначала устроить прием при дворе. Делаем. Дальше канцлер усмиряет халеб. Отлично. И библиотека в Кадеше построена, да? О, купальни можно строить. Ну, давайте, кстати. Только я вот тут почему-то хочу купальню. Блин, а нужна ли мне купальня? Пойдем, купальня это минус, к несчастью. Минус 1 всего лишь. У нас и так уже минус конкретный идет. Нужна ли мне купальня? Пойдем-ка мы анцы лучше улучшать. Ферму. Улучшим спеца, чтобы быстрее тут культура. Шла. Здесь. Совет. Охотник и лесоруб. У нас быстрее. Теперь за счет философии городские делаются. Ладно, давайте охотника. Ой, ой. Что за мисклик сейчас у меня был? Я отсюда стрелять хотел. Лишние приказы сейчас использовал, блин. Эй, слушайте, так у Рима один город остался? Да. Вот это последний город Рима, а следующим ходом Рима не будет. Я приказал, что Персия еще жива. Давайте, наверное, шпионом внедримся в Вавилон. Это единственная цивилизация, в которой я еще полностью... Ну, я еще Персов не вижу, но у Персов один город. Я думаю, как-нибудь обойдемся. Да, Персия и Рим эту партию не пережили почему-то. Фиг знает. Ну, у Рима понятно. Просто тупо было все подселено. Наше появление дебильное. И он куда-то вон там селился, неизвестно куда. Все, нет у Рима. Не, пока есть. А, еще в Вавилон, наверное, не ходил. Еще в Вавилон не ходил. Сеют смуту на улицах Кадеша. Запретите это безобразие, мы стаим всем мудрыми. Отлично. Там под 60 приказов у Карфагена. Обратите внимание, Египту уже 9 очков осталось. Все, нация игрока Рим уничтожена. Последователи христианства и иудаизма стали налаживать все более близкие отношения в городе Анций. Недавно в христианском храме проходил совместный молебень обеих религий. А иудейские школы пригласили представителей христианства дать урок о своей вере. Так, может послужить полезным уроком. 470 цивиков. Отличный пример. Мнение христианства и иудаизма повышается. Я самостоятельно посещу такое межконфинциальное мероприятие. Ну, давайте, кстати, плюс 40, плюс легитимность. О, это за счет того, что мы религиозные. За счет того, что у нас королева религиозная. Так, смотрим, могу ли я это отремонтировать. Отлично, уже можно ремонтировать. Кайф. Да, я должен, наверное, успеть все это отремонтировать. У меня такое ощущение. Вовремя спохватился. Подожди, а тут есть храм, но нету монастыря. А как это так? А как это... Или можно строить... Наверное, можно строить не в этом. Не в обязательстве. Типа, сначала монастырь, а потом храм. Это я что-то решил, что только так можно. Монах-мастер. Сколько еды не хватает? Немножко не хватает еды. Кажется, уже караваны поздно немножко делать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Давайте на автомат поставлю. Они будут оставшиеся приказы использовать для хода. Ладно, стены построим. Не знаю, не хочу пока спецов. Ну вот, давайте смотреть. Вот у меня... Два города развитых скоро могут стать легендарными, да? Это... Еще по одному очку сверху. Чудо строю. Еще два-четыре очка. Я, честно говоря, не очень понимаю, как я могу по очкам догнать Египет и Карфаген. То есть, мне сейчас надо как-то на амбиции налегать. Как я вот эту могу амбицию выполнить? Я без понятия. У меня просто нету агентов. Это я сейчас выполню. Вот Рим просто присоединится. Это, считайте, практически выполнено. А в Риме, интересно, чудо-чудо какого-нибудь есть еще? О! Ну вот, собственно, Рим присоединили. Выполнили амбицию. Так, куда дальше? Какое-то из законов я бы принял. Гильдии, городки, минус одно несчастье. Знать, все города плюс два приказа за легендарные. Тут две муштры за казначейство, 50% очков опыта во время боя. Ну, наверное, в юриспруденцию пойдем. Более крутое. Так, кому мы Рим отдадим? Я загрузку. Я забыла. Я simpar Там. Я бы, наверное, военный Все-таки, блин, или земледельцам Тоже отдать Сельские специалисты Быстрее Ладно, наверное Так, новая царица Мудрость прокачаю Слушайте, она у нас безумная-безумная Но уже мудрая Довольно Довольно мудрая На фоне растущей культурной значимости Кап О, у Капы культурность выросла Так, стрельба из лука Борьба, верховая езда Давайте стрельбу из лука Наверное, не уверяю, что я там вообще буду юниты строить Однажды поздним вечером ваше покое Едва не спотыкаясь А подол платья Врывается герцогиня Никол Мати-младшая Замечательные новости, царица Вы ведь знаете о Лусне Город в последнее время рос как на дрожжах И теперь его лидеры желают развивать промышленность Я подумал, а вдруг вы захотите вложиться в одно из наших маленьких предприятий Так, лошади появляются Красители Наверное, красители Ребята, красители Любой ресурс роскоши Это круто Так, предложение руки Для нашей наследницы Я, наверное, хантели младший Он хотел очень прикольный чувак Да, давайте его возьмем Нам посчастливилось жить в величайшую из эпох Наш народ связан неразрывными узами с иудейской верой Все мы как один чувствуем священное единение Превосходящее любые мирские распри Постолаты иудаизма поистине незыблемы А наш долг донести их до завлудших душ Что погрязли во мраке невежества Как нам купить позиции единственной праведной веры? Вера и закон должны служить одной 38 приказов И минус Смотрите, из-за того, что у вас конституция Минус уровня недовольства В трех городах сразу Вау Просто вау Так Отдаю, пожалуй, землевладельцам Все-таки Так, что у нас тут в городах По несчастью Хатуса уже третий уровень Всего лишь несчастья Седьмой-седьмой Кайф Доступные кандидаты, которые заняты всем Губер, а это шпион Да, что-то у нас маловато, кстати На губернаторство Людей Блин, что так приказов 38 приказов просто добавили Что мне с ними делать? Так, пантеон все еще доступен 1825 тысяч денег Блин, короче Камень нужен А вот тут Поле строим Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прием при дворе Делаем Да, давайте Ну не надо улучшать отношения с иудаизмом И так Сошибись все Давайте торговое соглашение Может с Грецией Внезапно Цивиков Немерено стало Блин, 12 приказов По завершению Не, поехали Философ-ученик В библиотеку Потом Философ-мастер Здесь Форум-архив Время восстановления Философ-мастер Вкадешия Может каменотесы еще Сюда, наверное Так, что у нас тут стоят Без дела Что-то вообще никто Бараки не строил, да? Кстати, я могу юнитами Просто повырубать Вот у нас есть Способность хеттов Давайте я займусь Вырубкой лесов А, где есть барак? Вырубкой лесов Потом их продажей Чтобы На парфенон накопить Куча приказов Почему бы не воспользоваться? Так, что у нас Еще не ходило Понятно, что тут вырубаю Может тут Действует на На лес Нет, не действует Не, ладно Этот стоит Пускай 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 все это стоит ну все я всеми походил к ему два приказа осталось то я молодец немножко дерево получил у меня еще один ход есть и ребята все вот теперь можно спокойно и совестью заканчивать ход попробуем следующим ходом у нас будет почти 4 стакана не думаешь нас 1800 там 18000 день вообще дерево сейчас самый дорогой ресурс я его продам под 700 если продать это 5600 будет ну в принципе где-то мы так поблизости к строительству чудо последнего им такой чешу мы даже рим успеем восстановить весь весь все и персов нету и персов уничтожили египет и карфаген конечно красиво идут так уменьшили в халебе недовольство блин глава шпионов погиб ваш муж наш муж 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 и гуши нового главу шпионов придется выбирать ну давайте вот этого арнуванду тактика как и не успели в вавилон проникнуть так чё у нас тут по по несчастью седьмой уровень в кадеше ну видимо в кадеш усмирить город так ремонтируем тут все один ход оставался до разрушения театра один ход оставался до разрушения рудника да слушайте мы реально успеваем все починить вау о есть а он посол не позже не посол это вот этот давайте в рим назначим губера триста сорок девять двадцать шесть тысяч надо чтобы камень купить ладно продолжаем здесь каменоломни капай у нас точно столица каменоломен давайте тут уже медок обрабатывать любишь медок полюбишь и холодок ну и чё нам этим миссионерам делать наверно просто сидим ждем кафедральных соборов не хочу больше тратить камень давайте рабочих поделаем чтобы больше ферм сделать и можно было спецов встроить тут рабочий что-то долгое все вообще долгое фак цивики не нужны ладно давайте рабочего все равно блин я реально как-то в минусе по по еде оказался внезапно продолжаем вырубку леса ну и ну Хочу этого вылечить. Так, тысяча. Слушайте, тысяча дерева, это же 18 тысяч. По идее, следующим ходом должен смочь начать парфенон строить. Или что там у нас? Вот, раз фирму закончу. Где-то здесь, либо в Хатусе, либо в Кадеше последнее чудо начну делать. Вот они завывают на фирии. Царь Ассирии умер. Глава шпионов стал верховным священством римского язычества. Блин. Так, еще цивиков получили кучу. Ваша дочь лишилась изрядной части уверенности. Блин. Весть о вашей недавней утрате. Но это то, что у нас умер. Безмерную благодарность. Ну, давайте безмерную благодарность. Вот так с Грецией союз. Так, наместник в Капуе. Любитель природы лесопилки и пастбища. Нет, жалко, что нету фермы и роща. Лесопилка, пастбище, фермы и роща. Ничего из этого в Капуе нету. И почему нету прокачки на каменоломне? Это было бы вообще супер. Ферма, роща. Да, ладно, просто отвагу возьмем тогда. Посол, пожалуй, мудрость возьмем. Пантеон. Пантеон. Можно строить везде. Замена невозможна. Требуется священный город. Ага, значит, нам мы можем только в Кадеше его построить. Ну, вот тут, наверное, давайте так. Теперь нам надо 26 тысяч на Пагубку камня. Нет, что-то нам явно не хватает еще. Как-то я странно посчитал. Ладно. Ладно. Камнетеса возьмем. Сделаем. Продолжаем вырубать лиса. Подержу время этого чувачка. Ну, блин, что-то недовырубал. Это, конечно, способность хетов прикольная. Она не сразу требуется, но в дальнейшем... Любой юнит может вырубать деревья. И мы еще не тратим перемещение по холмам. Холм очень круто. Блин, мне бы... Мне бы еще десятую амбицию как-нибудь заполучить. И ее уже выполнять. На меня, кстати, могут начать уже агриться сильно другие цивилизации. Но у меня в соседях, в общем-то... Ну, вот, я скорее боюсь именно Карфаген. Так, 7 очков Египту победы. Странная армия армия Арфагена стоит, конечно. Блин, мне, наверное, надо в Риме иванцы стены построить. Да, мне что-то с камнем... Камня маловато. Но объявляя войну мне, они объявляют войну и Греции сразу. Так? Так, устояло торговое отношение... Хм... Приказы на камень. Давайте, наверное, муштру на камень. Да, блин, у меня и цивиков уже немерено. Давайте цивики на камень. Ко двору прибывает гонец от царя Гандыша Завоевателя. Он разворачивает длиннющий свиток и громко зачитывает. Послание звучит, как поэма с нотками философии. Придворные слушают, открыв рты. У некоторых от красоты слога в глазах застыли слезные бусины. Так. Суть послания в том, что Вавилония просит у нас помощи. Не, мы не все. Мы же купим деньги на покупку камня, на чудо. 24 тысячи. Ну, кстати, мы с этим успели весь Рим починить. Так, наверное, проведу дорогу. Трачу, правда, камень. Ну, что поделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Тотальная вырубка леса Мы просто уничтожаем природу Ладно, вылечимся Архив второго уровня Рабочего Ох, не знаю 54 хода Египту 7 очков Мне надо как-то получить Ну, заполучить амбицию какую-то Я видел, к чему не стремится Еще мне надо как-то 4 агента Где-то достать Ахохонихохо Первоисточник Минус уровень Недовольства в кадеше Бесплатный придворный министр Вообще хочется, конечно Его же как агентом Можно использовать Но Ни слона, ни лучника Не буду играть Идем в строительство куполов Чтобы соборы Можно было строить Так, тут принимаем Видимо Видимо гильдии Все-таки Не знаю Вот я сейчас не чувствую Что мне нужны приказы Ну что Начинаем наконец-то строить Пантеон Е-е Э, что это я Вроде ж нажал Так 17 ходов Последнее чудо в игре Монастырь построили Ну, наверное, посидим здесь Подождем Собора Требуется Рядом Именно с храмом Строить Монастырь 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 Ну что, покупаю Куда мне эти деньги девать Построю дорогу уже полностью Старый философ завершен Так, ну можно, наверное Поэта Улучшить В Анции Поэта тоже может быть Или вообще Это она в храм Ну а тут можно прокачивать Улучшников Отлично Если будет Карфаген нападать То у нас вот такой же кулак тут в Рим Ну ему только на Рим нападать Правда вот этой группировкой может на Анции Ну меня это даже устроит Там просто, скорее всего, окружение произойдет тогда Здесь просто постою И вот эти приказы у меня на поселенцев А не поселен, на скаутов, которые на автомате По идее должны быть сейчас израсходованы Нету у меня агентов больше Царица Диадемия каменщица мертва Теперь Царь Лиссандр Новый Блин Кали тактик минус Что-то у нас наследница Как-то все Наши шпионы сообщают Что их дипломатические контакты В Египте и Карфагене Могут быть открыты для переговоров Что поможет улучшить нам отношения Ну давайте с Карфагеном А вообще можно Наш богобоязненный уклад вдохновляет их население Собоими можно немножко улучшить Мы преклоняемся Ну вообще мы золото давайте Сейчас им Сколько? 3870 Не хочу камень продавать Правда и еду я не особо хочу Давайте железо Все, оставим союз с Грецией Посол Массуницы дипломат Хочет обсудить Зачатки восстания в Риме Где народ все активнее Изъявляет недовольство Жители города уже жгут чучелки И портят ваше изображение Так, снизить налоги Военный парад Да, давайте военный парад проведем Усмиряем Кадеш Анна, давайте здесь баню построим И продолжаю дорогу Делать Делать Поехали Стены казначейства сделаю Так, в Риме Значит, это конечно не Рим Это Халеб Песец, ученик Абсолютно одинаково, да? Так, здесь нам надо Мед заполучить Блин, 28 приказов Давайте внедримся А, у нас денег не будет сейчас внедриться в нацию Да, не будет Эй, цивики нам уже не нужны А у нас появились Так, тут он и так работает Не появились у нас новые В губернаторство А может генералов каких назначить Так, и в агенты у нас никого нету Не, вот Дудхалия какой-то есть А, ну да Так 2,7, 1,6 5 4 Да, видимо сюда надо назначать Окей, 3 агента Не представляю, как мне до 6 довести Вообще не представляю 6 очков Египту до победы Но Чудеса он строить не может, да? Легендарными Ну вот 4 города Это плюс 4 очка То есть 51 очков станет Не знаю, как ему, кстати Хотя в религиях глянем Священные города Ну вот, Бактры египетские Но я думаю, что он уже построил Священное здание в Бактре Наверное Вообще мы можем посмотреть Вот это Адура Бурзен Мехра Это Священное здание Зарастризма Построено Ну, короче Я вижу, как 4 очка еще Получить Египту А вот дальше он застопорится Да почему у нас Наши наследницы Постоянно каждый ход Это что-то теряет В итоге у нее 3 мудрости Минус 2 харизмы Минус 2 отваги Приобрести Давайте пищу для народа Да У нас вот пища нужна реально Так, наследник в халебе К рудникам и каменоломням Культура, мудрость Так, ну у нас тут рудники Каменоломни вообще А, хотя есть каменоломни И можно в принципе Ничего не мешает Давайте, наверное, на рудники Каменоломни добавим Хм, ну давайте тут библиотеку Минус 2 т.р.р.р.sch Точность просто повыше. Генералы есть у нас? Нету. А для юнитов этой семьи один есть. Фанатик. Да, что-то приказов. Так, ну вот теперь можно проникнуть в Вавилонию. Так, этот уменьшает. Давайте еще торговлю. С Ассирией может. Давайте с Карфагеном попробуем. Ну, это, наверное, пускай цивиков сделает. Не знаю, что-то уже так дофига приказов. Нечего делать. Тут надо держать армию против Карфагена. Вообще, Карфаген даже не думает отсюда уводить войска. Типа нам это хорошо. Египет завершает строительство большого цирка. А, дают очки при завершении все-таки? Фак. Тогда я знаю, откуда Египет очки может брать. Черт. Так, строительство куполов открыли. Когорты. Стремена. Ну, давайте особняк откроем. О! Амбиция. Е. Контролировать семь чудес света. Сейчас у нас четыре. Ну, то есть, пятый я... Подождите. У нас храм Соломона. Оракул. Некрополь. Муссион. Собор Святой Софии. То есть, храм Соломона не считается чудом, да? Четыре. То есть, пятый у нас будет. Так, слушайте. У меня появилась идея. Может нам взять эту амбицию и захватить... Грецию? Не Грецию, точнее, а нам чистопеллу надо захватить. Тут вот чудо висит. То есть, я сейчас достраиваю... Ну, не сейчас, 14 ходов. Пантеон, да? Чудо. У нас больше нету чудес. Но у нас больше нету чудес. Стеллища Афины. Стеллища... Это все язычество, это не чудеса. Дворец Чудо только висячие сады здесь Блин Издать все законы Контролировать 20 военных юнитов Из которых 5 катафрактариев Так, все законы и катафрактарии Давайте смотреть в науке Где это Все законы Это нам надо еще доктрину открыть Особняк я открываю сейчас Треугольный парус Юриспреденция открыта Боевой кодекс Строительство куполов открыта Так, хорошо, где катафрактарий, скажите мне Вот катафрактарий Для катафрактария нам надо 3 техи всего лишь Так, так и так Ну, видимо, берем И идем сейчас в тремя Открываем, похоже Берем контролировать 20 военных юнитов Которых 5 катафрактариев Так, ну, вот это я вижу, как я выполню Как мне 6 агентов сделать Так, каллиграфия, библиотека, культура Минус За старого специалиста Иконопись Монастырь, две муштры Собор Ммм, я бы иконопись, кстати, взял Так что, соборы начинаем строить А, развитая культура требуется, блин Вот в чем Минус А тут развитое, надеюсь Блин, какая-то культура Развивающаяся, фак А что нам еще, кстати, иудаизм даст за собор Плюс к росту Минус так ну теперь мне надо все на науку я думаю фигачить в катафрактарии выйти вот видите меня пять катафрактариев сделать блин ну то тут знаете в чем дело тут тоже я не везде могу их делать что вот они требуют они требуют лошади как мне 6 агентов сделать царица карфагена умерла уменьшили недовольство в кадеше о события по придворному совету сейчас произойдет давайте глянем вы проводите успешный прием в окружении толпы почитателей главные представители всех хетских семей приходит чтобы оказать вам почести вместе со своими свитами они выражают вам искреннее уважение погрейтесь в лучах сегодняшней славы плюс одна легитимность становится знаменитой будучи лидером все семьи плюс нос и так семьями офигительно так вернем долг от карфагена гоплет наемник за 200 железо и 100 дерево может купить действительно но же надо юниты делать так дальше где мы снижаем уровень недовольства халеб или кадеш сейчас глянем где у нас а вот кстати мед появился я давать семье не давать может в город как у нее лучше в семью ладно дам я как-то я вот мне привычными на 7 это как-то влияет на все сразу так халеб или кадеш вот в чем вопрос халебе минус 16 в кадеш и минус 14 ну довольно быстро все снижается она в кадеш и будем снижать а тут нельзя да каменоломню жаль вообще можно и рудники построить с другой стороны я вот так подумал давайте вот тут рудники чтобы они тут соседствовали друг с дружкой библиотека 7 и 4 ну давайте вот я могу красить а красители появились блин а чё я за я помнишь был был ивент чтоб появились красители но я забыл их начать обрабатывать и Продолжение следует... Так, тут ноль граждан. Давайте, наверное, юнит построить... А, недолго. Ладно, давайте казначейство. Нам надо еще одного юнита, а потом уже катафрактарии мы будем делать. Так, тут садовника вот сюда. Но у нас нет граждан, да? Тогда празднество проведем, чтобы быстрее появились. Так, гоплет. Новых агентов нету? О, есть. Так, 3, 1, 6, 1, 9, 114 денег. 3, 4. А почему там вот так он много денег дает? Не, ну я, наверное, посажусь все-таки сюда на такое огромное... Ну, потому что тут, видимо, вот эти куча красителей. Фига себе агент, конечно. Хреначит. Блин, давайте я почитаю про агентов Волд Волд Волдопедии. Ну, не знаю, тут написано, что просто вы можете отправлять агентов. А как они появляются? Ну, это, видимо, просто вот придворные появляются, которых вы можете отправлять в агентурную сеть. Просто не всех вы придворных можете. Явно там шпионов можете, интриганов можете. Как-то так. 4 очка Египту осталось. До победы. А Карфаген что-то осталось. Блин, как было бы здорово, если бы с Египтом кто-то воевал. Либо Вавилон, либо Карфаген. Ну, лучше, конечно, Вавилон. Что-то у меня даже со всеми не такие уж и плохие отношения. Минус 120 от того, что я близок к победе. А у Вавилона с Египтом довольная, блин. И у Египта с Вавилоном, видимо, тоже, да? Да. А у Карфагена с Египтом расстроены. Вот эти почему-то на Египет минус не распространяется. Что он там, типа, близок к победе. Откуда взялись тут варвары? Иностранный агент Ван Ци начал местное восстание. О, территорию Вавилона открыли. Ну, давайте подарок. Не хочу с Карфагеном воевать. Изучить дополнительно все города минус уровень недовольства. Вау. Тем более, что мне не выпала теха, необходимая мне. Так что давайте. Такое слабенькое восстание. Какие-то прачники появились. Вообще ни о чем. Такое слабенькое восстание. Так, ну тут мы, жители, когда появятся, мы отправим на красители. Давайте в форум. Такое слабенькое восстание. И главу шпионов отправить. Ладно, на этом, наверное, буду заканчивать серию. Очевидно, окончание точно в следующей будет. Тут либо Египет победит. Все очки набрав. Либо я выполнив все амбиции. Вот оставшиеся амбиции у вас на экране. Но для того, чтобы последнюю выполнить, мне надо пять... Ну, во-первых, открыть котафрактария. А во-вторых, их построить. И как-то еще двух агентов до того, как умрут мои предыдущие агенты. Чтобы разместить. Не знаю. Ну и... Охо-хо-хо. Охо-хо-хо. Нихо-хо. Должна... Должна умереть, видимо, тоже в следующей серии. Но ее правление... Ее правление было вели... 126 приказов у карфагена просто мрак просто мы нельзя чем он там занимается еще еще и время блин восстание сделали туда агенты кита агенты время иванцы сидят которые вы восстание делают ладно это мы уже в следующей серии будем разбираться спасибо что смотрите спонсоры канала могут уже поискать прохождение во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры слава беларуси живи украина и россия будет свободной всем пока и алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео